Здравствуйте, уважаемые коллеги. Приветствую вас. Скажите, пожалуйста, как вы меня слышите? Здравствуйте, уважаемые коллеги. И мы сегодня с вами поговорим про RGS, горнолыжный курорт Турции. Презентация небольшая, но я думаю, что впечатление служится и понимание, что это за продукт и как с ним работать. Итак, буквально еще пару недель назад мы были с фан-трипом в RGS и посмотрели, насколько курорт готов к горнолыжному сезону. Поэтому, честно скажу, отели еще не работали. И согласно последней информации мы понимаем, что горнолыжные курорты откроются не раньше 25 декабря. Вот, безусловно, будут ограничения. Вы уже наслышали, что за последние дни ужесточились непосредственно карантинные меры для граждан Турции. Ну, так как горнолыжная сама Турция очень сильно зависит от потока местных жителей, сложно прогнозировать, какой будет сезон. Но мы надеемся, что все-таки горнолыжная Турция состоится и горнолыжные курорты будут работать. И сегодня я попытаюсь рассказать вам про сам горнолыжный курорт RGS, то, что больше всего на слуху и как с этим работать. Ну, прежде чем начать рассказ об RGS, хотелось бы сказать пару слов и обратить ваше внимание, что так как сама по географии Турция омываема тремя морями, если мы посмотрим на географическую карту Турции, мы увидим, что большая часть территории Турции – это возвышенности и горы. Поэтому курортов в самой Турции горнолыжных достаточно, и мы день за днем с вами будем проходить каждый курорт и осмотреть особенности и разницу между ними, на кого ориентирован этот курорт, на что следует обращать внимание конкретно в каждом курорте. И если говорить более детально, то мы с вами увидим, что горнолыжный сезон вообще в Турции, он приблизительно занимает 178 дней, достаточно много, 4-5 месяцев, смотря где, на каком курорте находятся туристы, вот, есть курорты, которые заснежены естественным способом по определению, потому что это горная гряда, которая ближе к Кавказу, вот, здесь снега могут доходить до 3 метров высоты, но в большинстве курортов горнолыжных Турции – это курорты, где больше всего, да, снег бывает, естественно, но и есть пушки, которые помогают сохранить снежный покров и, в общем-то, покататься. Плюс, ну, какие нюансы, мы, да, если вы посмотрите по географии, по карте, то мы с вами увидим, что самая высокая точка горнолыжной Турции, вообще Турции, да, не горнолыжная, вообще Турции, горный, самая высокая точка горной гряды – это гора Арарата, она здесь расположена. Ну, и опять же, рассматривая горнолыжную Турцию, уже можно для себя понять, ага, этот горнолыжный курорт подойдет больше для семейного отдыха, это для молодежи, здесь для экстремалов, здесь для любителей хорошо покататься. Вот, сегодня мы с вами изучим, посмотрим курорт, который, наверное, больше всего подойдет для отдыха, непосредственно, скажем, больше молодежного, для любителей активно провести время, и я объясню, почему, да. Давайте с вами посмотрим, прежде всего, куда нам лететь. Если мы говорим про RGS, то ближайший аэропорт для этого горнолыжного курорта – это будет аэропорт Кассири, благодаря тому, что очень удачные стыковки Пикассо с Airways, можно с Запорожья полететь, Запорожье, Измир, Кассири, Львов, Измир, Кассири, из Киева тогда, если мы летим, удобно будет воспользоваться турецкими авиалиниями, лететь через Стамбул в Кассири, точно так же Запорожье, Одесса. То есть стыковки в аэропорт Кассири достаточно большие, удобные и комфортные, разнообразие достаточно большое. В новогодний период, помимо того, что вот есть маршруты регулярных рейсов турецких авиалиний, наших авиалиний, точно так же можно еще рассмотреть авиаперелет и нашу программу, когда мы летим в Анкару, и с Анкарой групповым трансфером в Кассири покататься непосредственно в горах мы тоже сможем в РДЖС. Давайте еще более детально я покажу, если мы посмотрим с вами касательно, где расположены географические, Кассири, напомню вам, где расположены географические, РДЖС, где Кассири. Вот пытаюсь взять указочку, не выходит. Да, вот посмотрите, пожалуйста, вот она Анкара, Стамбул, Измир, и мы летим сюда в Кассири, и тут же рядышком в 30 минутах от города Кассири есть горнолыжный курорт РДЖС. 30-40 минут где-то трансфер составит, учитывая, что расстояние в принципе незначительное, то есть туристы достаточно быстро попадут в отель. Ну и напоминаю вам, что если мы уже рассматриваем вот эту всю горную гряду и вообще эту территорию, что рядышком есть, рядышком находится Каппадокия, то есть это возможность совместить горнолыжный отдых вместе с полетом на воздушном шаре, побывать в Каппадокии, провести замечательное время, развлечься. Ну а если это достаточно большая группа любителей не только горнолыжного катания, но и приключений, то, конечно, Каппадокия добавит такие яркие красивые краски и возникнет желание непосредственно отправиться туда. Это можно сделать непосредственно оттуда с Кассири или с РДЖС, или сделать комбинированный тур, горнолыжный курорт плюс РДЖС. В данном случае я сегодня еще расскажу вам, каким образом это можно совместить. Ну и хочу обратить ваше внимание прежде всего на то, что когда мы выбираем с вами горнолыжный отдых, с чего нам следует начинать беседу с нашим потенциальным туристом, с горнолыжником, это изучить карту, зону катания прежде всего, потому что если мы с вами не понимаем, насколько хорошо турист стоит на лыжах, что он ожидает, что ему принципиально важно. Возможно, он профессионально катается, и тогда РДЖС, возможно, будет для него ограничен по возможностям, потому что здесь есть черные трассы, но их не сильно много. А возможно, он новичок, и тогда вопрос, точно ли РДЖС может быть какой-то другой горнолыжный курорт. Ну вот эта карта, которую я сейчас показываю, посмотрите, пожалуйста, ее внимательно, она позволяет оценить зону трасс на данный момент, на 2020 год, что представляет собой горнолыжный курорт РДЖС. Если вы посмотрите, найдете официальную карту горнолыжного курорта, там расписано, даже вот здесь, к сожалению, не сильно видно, но вот эти столбики, которые расположены с левой стороны, это прописаны каждая трасса и ее характеристики. Зоны катания, какая она по цвету и, соответственно, ее потенциал. Но обращаю ваше внимание, что в РДЖС 34 трассы. Вот, давайте я вам сейчас открою характеристики, чтобы было удобно. Вот, 34 трассы на 55 километров. Ну и есть такие маленькие и важные нюансы, наверное, на что следует обратить внимание, что я хотела непосредственно вот в этой карте объяснить и рассказать вам. О том, что если мы с вами сейчас рассматриваем карту РДЖС, то мы заметим, что, ну, если черные трассы переходят в красные трассы, то, в общем-то, это не страшно, согласитесь. Но если мы катаемся на трассах голубых, это среднего уровня катания, то очень многие трассы переходят в красные, да. То есть вот эти нюансы, если туристы отправляются, если они катаются не очень хорошо, если у них есть какие-то сложности в катании, если они еще новички и не совсем хорошо четко стоят на лыжах, то первое, на что следует обратить внимание, это изучить саму трассу, на которой стоит турист, горнолыжник. То есть если ты отправляешься и катаешься по голубой трассе, здесь есть шанс выехать на трассу более сложную, красную, к примеру. Поэтому изучение горнолыжных трасс, изучение трасс на горе – это очень важный момент, вот конкретно в РДЖСе это очень хорошо заметно. Ну и для поняла понимания, что такое РДЖС, я специально поставила вот эту фотографию, чтобы вы увидели, что с тобой представляет курорт. Курорт РДЖС – это прежде всего дорога, и по обе стороны дороги есть некоторые отели, их незначительное количество. То есть прям разместиться у горы не всем туристам получится. Конечно, что как бы кривить душой, возможно, в этом году это более реально, чем если бы это было там какой-то предыдущий год, потому что поток туристов на горнолыжные курорты, безусловно, тоже спал. Но тем не менее есть нюансы, на что следует обратить внимание, что отелей прям в зоне горнолыжной станции РДЖС их мало. Вот. И развлечения, какие есть, это те развлечения, которые предлагают сами отели. То есть пройтись, прогуляться, потусить, ну, на улице, ну, возможно, где-то зайти в какой-то небольшой бар. Ну, вот. Но тем не менее, вот эта вот атмосфера отдыха, она будет концентрироваться прежде всего внутри самого отеля. То есть что предлагает отель, как происходит отдых, здесь нужно изучать сам отель. На что следует обратить внимание, когда мы говорим про отдых в горнолыжной Турции? Это то, что в Турции, самой Турции, очень принято, то есть есть период, когда массово заезжают дети, школьники на горнолыжные курорты кататься. Это каникулы. В этом году, в 2021 году, это будет с 22 января по 7 февраля. То есть это тот период, когда есть шансы не получить подтверждение на размещение. И если у вас есть туристы, которые знают о том, что вот классный период для катания, именно этот, рекомендую бронировать этот горнолыжный отдых заранее. Плюс, помимо этого, в этот же период приблизительно приезжают массово сами студенты страны Турции. То есть, и соответственно, это еще усложняет формат подтверждения. То есть есть периоды, когда нужно следует учитывать непосредственно по катанию, что бронировать. Ну, так как наши туристы, большей частью, уже знают, уже знают, и не раз уже, как бы, чаще всего, я уже по тенденции, последние годы, уже последние лет 10, мы видим совершенно точно, что в основном туристы выбирают отдых уже не только после Нового года, но и дальше, с числа 15 января, то есть включительно весь январь месяц, прошу обратить на это внимание и, в общем-то, стараться бронировать горнолыжный отдых, во-первых, заранее, а во-вторых, в принципе, с расчетом раннего бронирования. На данный момент, как бы, стоп-сейлов в отелях особо нет, то есть есть надежда. Ну, и еще момент, нужно понимать, что многие отели на том же курорте РДЖС в этом году не откроются, то есть то, что, ну, мы с вами немножко пройдемся, сегодня я попытаюсь рассказать, про какие отели, ну, как бы, по плану они планируют открыться, да, и на что есть контракты, то есть те отели, которые есть в поисковых системах, они планируют открыться, безусловно, но там, скажем, из сетевых отелей, сетевики планируют открыть один или два отеля вместо запланированных там своих возможностей, то есть, конечно, они будут смотреть по загрузке, насколько готовы открываться они перед сезоном. Ну, те отели, с которыми мы работаем, в принципе, по плану открыться и работать. Главное, чтобы не было ограничений со стороны государства, потому что Министерство по туризму Турции вводит свои ограничения, безусловно, но, тем не менее, как бы, вот те отели, которые сейчас заявили, они, в общем-то, планируют. Я вот специально добавила картинки, чтобы показать, как выглядит непосредственно горнолыжный курорт, и мы с вами видим, что здесь есть такая ярко выраженная горная гряда, где в каких-то точках есть черные трассы, вот, но все, что ниже, это красные, синие трассы, и зеленых трасс практически нет здесь. Вот еще один вариант фотографии. Вот так он выглядит курорт, то есть он небольшой, он незначительный, это горная гряда, достаточно просторный, широкий просторный курорт с расширенными возможностями. Да, можно сказать, максимально сейчас ориентирован на понимание современного катания. Если мы рассмотрим характеристики, то увидим, что здесь у нас 34 трассы, 55 километров катания, здесь 154 снежные пушки, я обращаю ваше внимание, снежные пушки, потому что, ну, в данном случае мы видим, что по географии этот курорт, он один из южных курортов горнолыжных, то есть теоретически здесь снег, ну, вот две недели назад, он только-только первый снег выпал. Вот, то есть нужно понимать, что поддерживать сам курорт необходимо, и снежных пушек здесь достаточно. Дальше, здесь две кабины гондолы, 11 кресельных подъемников, 6 бугельных, ну, и если мы посмотрим с вами, то есть такая интересная характеристика, высота от 2088 метров до 3346 метров. То есть сам пик горы, он составляет больше 2900 метров, но зона катания максимально 3,346, на это следует тоже обратить внимание. Ну, и теперь давайте посмотрим с вами по характеристикам, какие трассы здесь есть. У нас есть с вами 12 синих трасс, это 19 километров катания, красные 15, это 23 километра катания, дальше черные, всего 6, их 12 километров катания, и зеленых, это всего лишь одна трасса считается. То есть нужно понимать, что по всем характеристикам, по всем показателям, это для тех, кто уже стоит плюс-минус на лыжах, и, ну, среднего уровня катания, да, то есть для потенциально, для экстремалов здесь трасс маловато, и для новичков, ну, это синие трассы, немножечко сложнее, чем зеленые эти трассы. Но, честно, неудивительно, что их поставили в синие, потому что потенциально, вот если мы посмотрим с вами склоны, посмотрим карту, и даже побываем на самом курорте, то мы увидим, что эти синие очень близко к зеленым. Теоретически здесь, наверное, для новичков тоже есть потенциал покататься. И, ну, вот еще бы, да, какие плюсы мы все-таки в Орджиесе увидим с вами. То есть это достаточно большая по километражу трассы. Здесь возможность совместить, скомбинировать отдых горнолыжный плюс познавательный какой-нибудь, то есть можно отправиться в Кайсерию, можно в Каппадокию отправиться, скомбинировать, сделать красивый комбинированный тур, вот, потенциально. Мы теоретически можем с вами предложить для туристов, конечно же, там уже на самом курорте достаточно ярко, много предложений, то есть и на параплане полетать можно, и на вертолете, и беговые лыжи здесь есть. Если вы посмотрите по карте горнолыжного корруппа Орджиес, возможно, вам стоит сейчас прямо открыть, посмотреть ее, то вы увидите, что вдоль самой горы как бы горизонтально есть трассы. Это и есть беговые трассы, которые позволяют, ну, для такого любителя зимнего катания тоже провести время. Катание на упряжках, на снегоходах, ну, и, соответственно, большой акцент, конечно же, будет на отдых внутри отеля, но обращаю ваше внимание, что ввиду карантина спа, скрытые бассейны не работают, да, то есть, возможно, процедуры какие-то будут предлагаться, массажные кабинеты и так далее, но ограничения касательно спа-процедур, безусловно, существуют. Бассейны, даже если есть они в отелях, к сожалению, по 4 января сейчас есть жесткое ограничение. Еще вот этот важный акцент делает ваше внимание, что это касается не только горнолыжного курорта Орджиес, но и, в общем-то, всей Турции. Ограничения, связанные с отдыхом в спа-центрах и в спа-отелях, они существуют по 4 января. Ну, и в рамках того, что... То, о чем я только что говорила, RGS замечательно можно совместить с Каппадокией. В рамках этого предлагаю обратить ваше внимание на нашу программу новогоднюю с 29 декабря по 4 января. Точнее сказать, мы возвращаемся в ночь с 4 на 5. У нас есть готовый продукт. Экскурсионная программа с прилетом в Анкару, с возможностями самой Каппадокии принять участие в двух экскурсиях. Красный маршрут и зеленый маршрут. Это два дня экскурсии. Программа рассчитана на полупансионе специально для туристов с учетом всех нюансов, потому что сейчас рестораны в Турции не работают, только на вынос. Мы специально пересчитали программу, учитывая эти сложности сейчас покушать непосредственно в Турции, то есть с учетом этих пожеланий, завтрак, ужин у нас в отеле Каппадокии и завтрак, ужин в отеле Кайсерии уже включены в самом туре. За дополнительную вкладку здесь есть возможность заказать новогодний ужин и полет на воздушном шаре и трансферы с Кайсерии непосредственно на горнолыжный курорт РДЖС. Вот такая замечательная возможность в период Нового года совместить и то, и другое, и покататься на лыжах, и полетать на воздушном шаре, осуществить свою волшебную сказку в рамках нашего новогоднего проекта. Я думаю, это классный, просто эксклюзивный продукт от нашей компании, которым следует воспользоваться, обратить на это внимание и осуществить такую программу. Вот, поэтому, пожалуйста, предлагайте вашим туристам, возможно, этот продукт, эта программа ждала ваших клиентов. Плюс у нас есть облегченные варианты. Когда у нас ужины не включены, новогодний ужин тоже, в общем-то, не включен, в эту программу включены только проезды, проживание на базе завтраков. Облегченный вариант – это для тех туристов, кто рассчитывает не усложнять себе как-то маршрут, самостоятельно где-то проявить инициативу. Для таких туристов у нас тоже предложена программа «Новогодняя Каппадокия и RGS Live Tour», то есть тур, который не включает в себя ужины и, в общем-то, экскурсионную программу тоже не включает. Потенциально это тоже интересно, и возможность, ну, немножко проявить самостоятельность, если захотят. И теперь давайте пройдемся по отельной базе, в которой мы точно знаем, что планируют, отели эти работают, да, и, в принципе, планируют открыться к зимнему сезону в рамках отдыха горнолыжного в Турции, конкретно в курорте «Герджиэс». Ну, и мои личные, как бы, заметки, какие я сделала для себя выводы. Меня очень удивил сам городок Кайсири. Это городок в долине, перед горнолыжным курортом, перед подъемом по трассе, непосредственно по горнолыжный курорт RGS, где непосредственно находится аэропорт Кайсири, в долине расположен отель, город RGS. Современный и довольно просторный, очень большой город. Ну, если представить, наверное, если мы можем представить себе какую-то часть нашего города, где много-много современных домов, здесь представьте себе весь город такой. Я думаю, что потенциально он выглядит, ну, 15-20 лет его максимум. И все это очень красиво, современные здания, такой большой-большой массив, жилой массив, да, вот, здесь же осматривать Кайсири. Но, тем не менее, здесь есть старая часть города. Если мы с вами посмотрим трим-карту, то мы увидим, что здесь есть и какая-то крепость римского периода, и здесь есть Клоктаун, то есть небольшая такая башня с часами, есть площади, есть базар, есть где прогуляться, есть зона бутиков. Но, опять же, обращаю ваше внимание, существуют ограничения. Для туристов эти ограничения, как бы сейчас, их нет. То есть это касается больше всего ограничений непосредственно для жителей самой Турции. Но, тем не менее, по последней информации, то, что на выходных будут ограничения, они, скорее всего, будут уже касаться и самих туристов. Более точную информацию, я думаю, что мы сегодня-завтра уже будем видеть и понимать. Но, как бы, в рамках там открытых магазинов нужно понимать, что это будут в будние дни, они еще будут работать. В выходные дни, скорее всего, нет. Вот. Ну, и первый отель, на что хочется обратить внимание, что больше всего, наверное, спрашивают, качественный какой-то отдых, размещение в хорошем отеле. И, конечно же, Redis and Blue Кайсели один из лучших вариантов. И этот отель работает и в том числе на полупансионе. То есть есть замечательная возможность разместиться в хорошем, современном отеле с красивым панорамным видом на долину, на весь сам город. К сожалению, бассейн пока закрыт, но вы видите удостовольные просторные номера, 35 квадратов. И это уютный, комфортный отдых для наших с вами туристов. Многие отели в Кайсели будут предлагать трансфер на горнолыжный курорт RGS. Вот. Поэтому я думаю, что и сам Радисон тоже это сделает. Следующий отель, отель 4 звезды, очень хороший, современный, в стиле модерн, довольно просторные номера. Здесь даже номера Deluxe, это зона гостиной и спальни, то есть уютно, комфортно в таком отеле размещаться. В этом отеле есть апартаменты, отель называется The K-Serie Loft Hotel. Если Радисон Блу расположен прямо в центре, и это в зоне пешеходной пройтись там буквально 8 минут, и ты уже как бы в зоне старой части города, то Кайсели Лофт расположен не то чтобы на окраине, но немножечко дальше. Ну, я думаю, что это минут 20 на общественном транспорте, не сильно далеко, вот, но внутри отеля все предусмотрено для того, чтобы турист находился и отдыхал после катания, и как бы здесь молодой менеджмент, ребята современные, с прекрасным видением и перспективами, как должен отдыхать турист. В отеле предлагают даже на ужин суши, здесь есть турецкая кухня, вот, то есть такое креативное видение, что было бы интересно туристу, внутри отеля все это предусмотрено. На данный момент новогодний ужин, который отель заявил, пока ну, как бы остановился с этим предложением, ну, посмотрим, как это будет. Я думаю, что если у вас будут туристы, пишите запросы, мы уточним еще дополнительно по этому поводу. Но в этом отеле достаточно хороший спа-центр, закрытый бассейн, хороший, большой, то есть внутри отеля есть зона бара и кафешечка и, в общем-то, сам ресторан шведского стола базовый, то есть сам отель очень хороший. Рекомендую обратить на него внимание. Спасибо за вопрос. Этот отель, в общем-то, он не на стопе. Если есть у вас желающий на этот отель, пишите индивидуальный запрос, мы вам его посчитаем. еще один отель в зоне небольшой, такой бутиковый отель, называется Имамаглу Паша, расположен он в центре Кассири, но чуть ближе, чем предыдущий отель, по другую сторону, единственное, от центра. Здесь минут 15 ходьбы от центра. хорошее соотношение цены и качества, уютненький отельчик. Для туристов, которые ищут соотношение цены и качества, один из вариантов хорошего отдыха. Как вариант отдыха непосредственно в Кассири тоже предлагаем. И хочу вам еще предложить отели, рассмотреть те отели, которые заявляют, что они откроются. Это отель, который расположен в самом городке РДЖС, Мирада Дель Лаго. У этой сети есть еще отель, который называется Мирада Дель Монте. Дель Монте они не планируют открывать. по крайней мере, две недели назад они об этом как бы говорили. То есть здесь важно понимать, что сам Мирада Дель Лаго достаточно большой отель, хорошая четверка. Раньше этот отель был отелем 3 звезды. Сейчас он уже заявляет о том, что он 4 звезды. В целом по инспекции отеля могу вам совершенно точно сказать, что он соответствует отелю 4 звезды. В нем достаточно просторный внутри пространства, холлы большие, достаточно большие просторные рестораны, хороший спа-центр, все идеально продумано, достаточно большая внутри отеля, то есть если заезжают большие компании, я думаю, что внутри отеля достаточно комфортно всем. просторные номера замечательный спа-центр, в том числе крытый бассейн есть. Обращаю ваше внимание, что сейчас мы говорим о крытом бассейне, мы в данный момент не можем это туристам обещать. В отеле есть Wi-Fi, то есть все предусмотрено для того, чтобы действительно покататься, прийти в отель, замечательно, комфортно отдохнуть, очень уютный комфортный отель. Да, и я надеюсь, что он работать будет. На данный момент, повторюсь, многие, то есть горнолыжные курорты отложили свое открытие до 25 декабря, потому что, ну, во-первых, есть ограничения самого государства, Министерства по туризму, вот, турист, отельеры, конечно же, туристов в отеле ждут. Я надеюсь, что, ну, это хорошее соотношение цены и качества, я могу смело вам сказать, с этим продуктом можно работать. Еще один отель, который мы посетили, RGS Hill, отель три звезды, он ближе расположен к горнолыжной станции RGS, буквально 5 минут, 6 минут ходьбы, то есть через дорогу и пройтись немножечко. Хотя интересный момент, в общем-то, сами отельеры отеля говорят о том, что у них есть шаттлбасс, что они готовы подвозить туристов, но на самом деле с отеля очень четко видно место откуда, то есть подъемника, то есть совершенно рядышком, я думаю, что прямо вот шаттлбасс в данном случае нет необходимостям. Этот отель удивительным образом как бы удивил нас, да, он нас удивил, почему, потому что довольно-таки обновленные номера для отеля три звезды достаточно комфортные, вот, не следует ожидать там вот прям какого-то уюта, потому что это все-таки отель три звезды, но тем не менее довольно просторные номера, в этом отеле, несмотря на то, что отель три звезды есть спа-центр, вот, и небольшой бассейн, то есть достаточно удобно в отеле, он, наверное, больше ориентирован на, если предыдущий, можно сказать, на клиентов среднего, средних возможностей семей, иных пар с детьми, да, то есть достаточно такой хороший качественный отель четыре звезды, отель больше, наверное, ориентирован на группы, молодежь, на туристов, которым важно покататься, есть такая категория горнолыжников, которым, в принципе, не важно, что внутри отеля, насколько это комфортно, как бы уютно, главное, чтобы было комфортно, в этом отеле достаточно комфортно, здесь есть хорошие зоны отдыха, здесь точно так же можно отлично разместиться, вечером посидеть с друзьями, провести время, удивило отель тем, что нас угощали обедом, и поверьте мне, ну, очень вкусно и комфортно нас здесь покормили, вкусно и замечательно здесь покормили, и было комфортно сидеть, потому что это вот, вот этот вот, если мы посмотрим первую фотографию, такой вот корпус, выделенная часть, это вот зона ресторана, вот, и очень красивый панорамный вид, и, в общем-то, хорошее место для отдыха, чтобы провести и действительно замечательно покушать. Ну, и спа-процедуры в этом отеле предлагаются, вопрос только потенциально, насколько физически наши туристы смогут этим воспользоваться. Рома, спасибо большое за вопрос касательно самого Кайсерии. Вы знаете, весь вопрос в том, что мы сейчас с вами в принципе о спа-процедурах и других каких-то спа-комплексах говорить не можем, они в принципе закрыты. Даже если это в Кайсерии есть, я вам честно скажу, не готова ответить на ваш вопрос, но я обязательно уточню этот момент непосредственно в городе, но буквально вчера разговаривала с партнером, разговаривала еще раз касательно возможностей и потенциала туризма в горнолыжного прежде всего, туризма в Турцию. Нужно понимать, что спа-центры и спа-зоны в отелях, к сожалению, по 4 января в принципе работать сейчас не могут. Вот, поэтому, ну, когда планируют ваши туристы, давайте выясним, если такая возможность есть, я обязательно сообщу вам дополнительно, напишите, пожалуйста, на мой e-mail вопрос и я отвечу, поймает ваш вопрос, я попробую узнать. К сожалению, эту информацию я не владею, не могу вам сейчас сказать, сейчас я вам напишу e-mail. Вообще, уважаемые коллеги, очень прошу вас не стесняться, пишите здесь, делайте запросы, индивидуальные просчеты, если у вас есть какое-то желание сделать комбинированные туры, если у вас есть туристы, не только в Ржес, но и другие курорты, пожалуйста, пишите индивидуальные просчеты, мы с радостью вам посчитаем, и все, чего нет на сайте, мы это делаем в рамках индивидуального просчета, вот, если вы обратили внимание, продукта у нас очень много по Турции, и горнолыжного, и отдыха какого-то эксклюзивного, и спа-отелей, и Стамбул, и даже Анкара, и экскурсионные туры, и какие-то комбинированные туры, у нас их очень много, поверьте мне, от отдела фит-продукта у нас больше 200 пакетов на сайте, и просчитаны они из разных городов, из, ну, со всех городов, где у нас развита авиация, да, в общем-то, просчитаны туры, и вот, в рамках всех возможностей с разного городов, с разных городов, в том числе и от Джиэс у нас потенциально просчитаны. Если у вас есть желание что-то узнать больше про курорты, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, мы с радостью уточним это все у партнеров, уточним у самих станций горнолыжные, какие-то особенности, возможно, требуются, но обращаю ваше внимание на то, что как бы то, с чем вот как бы я совершенно точно столкнулась, нужно понимать, что все горнолыжные курорты рассчитывают прежде всего на граждан Турции, да, это их основной поток туристов, то есть, конечно, чтобы горнолыжный курорт, туризм в Турцию состоялся, нужно, чтобы мы активно летели и закрывали отели, и работали с этим продуктом, поэтому обращаю ваше внимание, так как в Европу, к сожалению, сейчас наши туристы отправиться не могут, Турция, горнолыжная, это потенциальный продукт, с которым стоит работать, и каждый день я буду вам что-то рассказывать, я еще расскажу про Улудак, расскажу про Паландакен, расскажу про Карпталкая, расскажу вам про Карптета, отдельными вебинарами мы пройдемся, посмотрим, какие отели есть, и вы увидите, что продукт, горнолыжный, который есть, он, в общем-то, на любой вкус, я надеюсь, впечатление и понимание, что такое RGS и сам горнолыжный курорт у вас есть, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то вопросы, спасибо вам за внимание, желаю вам успешных продаж, я вижу, что сейчас горнолыжный туризм довольно-таки хорошо спрашиваемый, вот, потенциально надеюсь, что и для вас мы найдем хороший эксклюзивный продукт для ваших клиентов, мы с вами на связи, следите за рассылкой, спасибо большое за внимание, рада быть снова с вами, всего доброго, до встречи, спасибо вам.